Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Тема сегодняшнего урока нееврейская история нееврейского Нового Года и нашего отношения к нему. Ну, я уже слышу многочисленные возгласы в нашем киберпространстве, которые говорят о том, что, ну, слушайте, ну, опять эта тема. Ну, надоела уже. Надоела уже эта тема. Все уже давно, дорогой Равгдаля, определились. Какая-то часть людей в этот четверг проведут, как обычно, на работе. Придут домой, лягут вовремя спать, утром в пятницу вовремя рано проснуться, пойдут на молитву и начнут готовиться к шабату. А какая-то часть наших слушателей, как обычно, как говорится в известном каббалистическом пастуке, у нас с друзьями есть такая традиция, 31 числа собираться вместе и самое главное, главное, чтобы был повод же, да, а все остальное, как говорится, в русской народной мудрости всегда найдется. Поэтому вопрос, а зачем? Ну, как бы, тема уже, мне кажется, обсужденная многократно во многих источниках и на многих сайтах. Все уже сказано, обо всем уже поговорено, проговорено, то есть, как бы, все у нас уже определились. И поэтому, я скажу сразу, тема нашего сегодняшнего урока, она не будет в том, чтобы кого-то переубедить или кому-то что-то доказать. По большому счету, я сразу хочу сказать такую вещь, за которую, может быть, меня сейчас сразу начнут ругать, швырять чем-то и так дальше. Рафмуйша Файнштейн, он сказал о том, что, ну, нет никакой аллогической проблемы в том, чтобы отмечать Новый год. Правда, он добавил, он скажет, что богобоязнные люди все равно это не делают. Ну, и мы сейчас постараемся понять, почему. Но аллогической, законодательной проблемы в этом нету. По одной простой причине, потому что Новый год это светский праздник. Еще больше скажу, да он никогда и не был религиозным праздником. 31 декабря мы сейчас будем с вами смотреть. Был праздником, День Сильвестра. 1 января, ну, тоже был праздником и в католической, и в православных видениях мира этот праздник называется День обрезания. Даже не хочется говорить кого. Поэтому, ну, как бы 31 праздник, первый праздник, но в ночь с 31 на 1 для того, чтобы сидеть и слушать какие-то куранты, Биг Бен или еще что-то. Но не было никогда таких традиций, да и фейерверки там пускать в эту ночь. Поэтому праздник абсолютно светский, да и был всегда светский. Я имею в виду ночь, которую люди отмечают, новогоднюю ночь. Поэтому отмечать у вас, с одной стороны, нет никаких проблем. Второй вопрос, а нужно ли? Вот это самый важный вопрос, на который мы с вами сегодня попытаемся ответить. Поэтому и тема нашего урока сегодня, она и посвящена истории не нашего Нового года и нашего отношения к нему. Мы сегодня с вами постараемся понять, откуда то, что называется рустут ноги у этого обычая, у этой традиции. И как обычно, в каждых ногах мы, понятно, увидим ноги Рабиновича, это безусловно. А как же без Рабиновича? В любой, в любой вещь, которая происходит в этом мире. мы попытаемся понять, как на протяжении веков люди относились к понятию Нового года и как к этому относились евреи. Мы с вами посмотрим на заезженную тему, она действительно заезженная, но мы, может быть, посмотрим на нее чуть с другого еврейского взгляда и отношения к елочке, и отношения к Деду Морозу, и к Санта-Клаусам, и к Коле, ну и к другим вещам, которые являются атрибутами Нового года. Поэтому ничего не буду говорить насчет фаршированной рыбы, ничего не буду говорить насчет салата оливье, да и вообще для многих людей понятие Нового года, ведь это воспоминание чего-то семейного, когда собирается действительно вся семья кушает оливье, еще какие-то другие продукты, чокаются, пьют шампанское, приятное время препровождения. Единственное, что у людей, которые живут в верейской традиции, так как у нас есть такой семейный праздник каждую неделю, каждый шаббат, мы точно так же собираемся за столом и точно так же беседуем с нашими детьми, правда без телевизора, без интернета и без каких-то отвлекающих факторов, которые мешают человеку наладить те самые важные отношения, которые должны быть у него в его собственном доме. Поэтому для религиозных людей вот это ощущение чего-то семейного тут нету. И так это на протяжении года это событие существует, то, что называется еженедельно. У людей, которого этого нету на еженедельной основе, ну да, чем-то его нужно заменять. Вот и появляется Новый год. Одним словом, не будем то, что называется мыслью растекаться по древу. Рассказать хочется меня сегодня вам много, времени у нас мало, поэтому давайте будем начинать. Ну, начнем, понятно, с Рабиновича. Как я сказал, в каждой вещи, которая происходит так или иначе в нашем мире, везде ищи сионистский заговор. Везде так или иначе он должен привести к какому-то еврейскому компоненту. Великий Рамбом, объясняя, как возникло понятие идолопоклонства, говорит очень интересную вещь. Он говорит, ведь, чем Рамбом отличается от марксистского взгляда и отношения к миру. как говорит марксистская точка зрения на историю. Сначала люди были дикие, можно сказать, неодертальцы, пятиконтропы, бегали, прыгали, но дикие. И вот, как любой дикий человек, он поклонялся множеству различных богов, человек боялся всего, боялся огня, молнии, воды. И вот так появилось многобожие, в которое верили дикие первобытные люди. Потом появилось понятие монотеизма, веры в единого бога. И вот это является по эволюционной теории, то есть от более нишего к более высшему. Когда Рамбом обсуждает историю нашего мира, он говорит о том, что на самом деле все было совершенно не так. Изначально первый человек, да и первые люди, которые жили на земле, они верили в единого бога. Это очень просто, потому что и Адам, и его жена Хава, по-нашински Ева, ведь не было у них ни папы, ни мамы, сироты они, то, что называются, были. Но это с точки зрения материалистической, с точки зрения духовной, они были, наверное, самые счастливые люди, потому что их сотворил сам Творец. Так вот, первые люди, безусловно, они были монотеистами, но а кем они еще могли быть? Они ощущали, видели Творца, то, что называется духовным зрением. А вот потом, со временем, люди, понимая о том, что мир устроен очень-очень сложно, и в этом мире он управляется огромным количеством различных сил, которые, понятно, исходят от единого источника, от Творца этого мира, они начали как бы просить у этих сил какие-то дополнительные бонусы. Ну, вот у нас, допустим, есть там премьер-министр, не обратишься к премьер-министру там с вопросом хотим в нашем дворе построить площадку, а есть рядом там депутат местного гурсовета, который там сидит и за что-то денег получает. Поэтому, лучше, конечно, всего, обратиться к нему с такими, казалось бы, мелкими вопросами, зачем же изначально обращаться сразу к шефу, если можно это решить на более таком, то, что называется, земном уровне. Поэтому, точно так же и первый человек, для того, чтобы пошел дождь, он обращался к ангелу, если так можно сказать, не буду в эту ангеологию сейчас лезть, это сейчас не тема нашего урока, с тем, чтобы дождь выпадал и, в общем, не было засухи, был хороший урожай. То есть, он понимал о том, кто чем управляет и что ангел, он является просто духовным роботом, который сотворил творец. Но, так как понимаешь, что ангел, хотя духовный робот, в данном случае отвечает за дочь, которая будет капать, вот он обращался к ангелу. А потом, со временем, ведь тут, как все идет в человеческой истории, со временем уже начали какие-то вещи забываться и человек начал различные там силы наделять какой-то самоцелью, называть их тоже божественными силами, а потом называть их просто богами. И так появилось язычество. Поэтому, первоначально был монотеизм, потом появилось язычество, а потом пришел наш праотец Авраам, все поставил, то, что называется, на свои места, сказал, по какому пути правильно идти. И вот мы по этому пути уже, слава Богу, со времен нашего праотца Авраама уже около 4 тысяч лет и стараемся идти. Так вот, к чему я это все говорю и какое это все имеет отношение к Новому году. Так послушайте меня, дорогие мои друзья, самое что ни на есть прямое. Рассказывает, написано это в Талмуде, в трактате Абадазара, о том, что ведь первый человек, он был сотворен, можно сказать, в Рошашану, не можно сказать, а был сотворен в Рошашану, и в ту же самую Рошашану, в день творения человека, он и, в общем, накуролесил, сорвал плод с древа опознания добра и зла, который не должен был сорвать, а точнее должен был сорвать, но только в положенное для этого времени, ну, как бы, получилось по известному каббалистическому принципу, хотел как лучше, а вот получилось, к сожалению, как всегда. Так вот, человек в Рошашану был сотворен, в Рошашану он был изгнан из Ганедомского сада и попал на ту грешную планету, на ту грешную землю, на которой мы находимся сейчас с вами. И вот первый человек Адам начал замечать какие-то странные явления, которые происходят в природе. А, как это для многих кажется не странным, первый человек Адам жил не в Австралии, и даже не в Новой Зеландии. Это странно, конечно, но это так. А жил он в земле Израиля, и вот он заметил о том, что в наших, то же называется, северных широтах, чем ближе дело подходит к зиме, точнее, к 21-22, а в древности считалось к 25 декабря, то есть дню солнечного, зимнего солнцестояния, то есть времени, когда день становится самым коротким, а ночь становится самая длинная. Так вот, живя свой первый год в этом грешном уже мире, если так можно сказать, Адам заметил довольно странную такую тенденцию. Он заметил о том, что с каждым днем день становится все меньше и меньше, ночь становится все больше и больше, и Адам подумал о том, что это, в принципе, конец, потому что так как день постоянно уменьшается, ночь постоянно увеличивается, все это закончится не хэппи-эндом, наступит долгая полярная ночь, которая будет длиться вечно, и Адаму так и придется постоянно, то, что называется, жить в потемках. И вот, когда уже день становился настолько маленьким, а ночь становилась настолько длинной, где-то за восемь дней до 25 декабря, дня зимнего солнцестояния, того самого дня, когда еще раз ночь самая длинная, день самый короткий, Адам не выдержал и начал молиться. Набивился на том, что он молился, просил Бога, плакал, говорил о том, что он больше никогда не будет делать то, что он сделал, о том, что он будет искать Всевышнего в этом изменившемся мире, в котором он сам себя, можно сказать, и поместил, и просил у Всевышнего только одну вещь, чтобы день он не уменьшался, и точнее, чтобы день никогда не проходил, чтобы был день и была ночь, как обычно. И вот, на протяжении долгих восьми дней Адам просит Всевышнего, и тут наступает 25 декабря. И 25 декабря, в ночь 5 декабря, когда многие наши друзья хаббатники не учат Тору по определенным причинам, так вот, в тот самый 25 декабря вдруг Адам увидел о том, что счастье наступило, день перестал уменьшаться, и ночь перестала увеличиваться. И со следующего дня, с 26 декабря, он увидел совершенно обратную тенденцию, он увидел о том, что день начинает идти, то, что называется, вверх, все больше и больше становится святого дня, ночь начинает наступать, и в следующих восемь дней Адам устраивает еще один праздник, когда он уже празднует то, что день никогда не исчезнет, это всегда будет смена дня и смена ночи. Так говорит трактат Авода-Зара происходила в древние времена, а, как мы знаем, отголоски древней традиции, они живут в памяти многих народов. Вот, поверьте мне, знаете, я занимался когда-то этой тематикой. Вот, всемирный поток. Ну, интересная вещь. Вот посмотрите, к примеру, мифы народов разных частей света. у каждого из народа, даже у эскимосов, есть история про всемирный поток. Плюс-минус, имена там другие, если там в Китае, там Сюнь Монфань был какой-то там на корабле у англичан, там Мистер Джонсон, с Мисси Джонсон сели на своем, значит, этом ковчеге. Но тут уже не суть важна. Не в каждом из этих народов того человека, который спался, зовут Ноох. Но история одна и та же. История одна и та же. Буквально повторяет одни и те же вещи. Причем эта история есть и у эскимосов, и у индейцев, и даже у апоригенов Австралии. Спрашивается вопрос, а как такое может быть? Как народы, которые были разделены на протяжении тысячелетий, тысячами километров, никогда с ними не соприкасались друг с другом, и народные, относительно, дикие, по своей природе, со всем уважением к ним, почему у них одна и та же история? Да очень просто. Потому что существует общечеловеческая память, как и общечеловеческий иммунитет, которого мы все учим, ждем и надеемся, что он вскоре у всех, значит, либо переболевших, либо у тех, которые сделают прививку, наступит, и наступит эра всеобщего благоденствия, которую многие так трепетно и ожидают. Так вот, вот это важное событие ожидания Адама, его молитвы, за восемь дней до дня зимнего солнцестояния, и праздник его восьмидневный, после этого большого события, он должен был остаться в памяти различных народов, и он действительно остался. У каждого из народов, так или иначе, были традиции, связанные с этими днями, но больше всего, наверное, нас в данной ситуации будут интересовать древние римляне, потому что древние римляне, они всю эту кашу, в принципе, и заварили, то, что называется, из топора, и поэтому все ее теперь и расхлебывают, и поэтому и появляется история не нашего Нового года, не нашего отношения к нему, а вот она как раз начинается именно здесь. Так вот, в Древнем Риме за 8 дней до 25 декабря, а 25 декабря у древних римлян это был праздник, он назывался Рождество Непобедимого Солнца. Ну, это чистый перевод, Рождество Непобедимого Солнца. Потом, когда другие конфессии, точнее, епархии начали, в общем, из древнеримского взгляда на мир делать какой-то свой взгляд на мир, слов Рождество Непобедимого Солнца, Непобедимое Солнце, зачеркнули, и получилось только одно слово. Рождество. Все. 25 декабря. Тут все как бы с этим понятно. Но до этого события, до Рождества Непобедимого Солнца, у римлян действительно были два восьмидневных праздника. Прямо как написано в трактате Адазара, прямо как было у первого человека. Адама 17 декабря древние римляне отмечали праздник, который назывался Сатурналии. Сатурналии, ох, какой-то праздник был. Друзья мои, это был праздник, всем праздником праздник. Кстати, осталась традиция, особенно у католиков, у общины Рима. Эта традиция была очень серьезная. Перед 25 числом, перед так называемым Рождеством Непобедимого Солнца устраивать карнавалы, устраивать карнавальные шествия, устраивать то, что называлось Сатурналии. Правда, кстати, в Древнем Риме, уже не в таком Древнем Риме, уже в Риме христианском обычно в этих карнавалах издевались над евреями, которые там жили в местной общине, но это уже как бы не суть важна. Так вот, Сатурналии начинали с того, что в первую очередь приносили 17 декабря жертву Сатурну. Жертву Сатурну приносили свинью. Сатурн любит свиней. Поэтому, если вы попадете перед 25 числом в Австрию, особенно там Вену, вы увидите о том, что существует традиция ходить в эти дни там со свинками. Я не говорю, что там по Вене вместо собак со свиньями ходят, но существует такая древняя немецкая традиция именно вот в эти дни такое теплое отношение к свиньям. То есть, оно не случайно возникает, потому что в Сатурнале все растет именно отсюда 17 декабря. Оно начиналось именно жертвоприношение свиньи. А потом на протяжении восьми дней существовал совершенно потрясающий маскарад вот эти вот Сатурнале и Оргии. Ну, все, что любит современный человек, там, конечно же, было. Передевание, не было ни рабов, ни богатых. Рабы могли сидеть с богатыми за одним столом, они могли переодеваться в господ, господа переодевались в рабов. Ну, в общем, это был полный такой балаган, всем было весело, все пили пиво. В общем, все это заканчивалось 25 декабрем Рождеством Непобедимого Солнца. Это был праздник такой. А вот после 25 декабря до 3 января еще 8 дней проходил праздник так называемых календ. Вот эти календы это еще 8 дней, когда люди и отмечали праздник Рождества Непобедимого Солнца. В христианской традиции, в православной традиции эти 8 дней они называются святцами. тут как бы вся полная картинка с историей Древнего Рима полностью соблюдена. Но об этом сейчас подойдем чуть позже. Так вот, тут вот как раз в календы и происходит вот это ночь с 31 на 1 января Новый год. И поэтому понятие Нового года со всеми непростыми историями этого праздника и мы сейчас это увидим, мы конечно должны сказать большую благодарность древним римлянам, потому что именно они и придумали вот эту самую концепцию. Вообще у древних римлян когда-то Новый год был 1 марта. Ну, мы сейчас увидим, что у многих народов мира 1 марта оно действительно было началом года, поэтому у древних римлян в очень древние времена, хотя по сравнению с еврейским народом римляне не такие уж древние, но все равно даже в очень древние времена 1 марта это всегда был Новый год. И вообще римляне когда-то жили по лунному календарю, не по солнечному, по лунному календарю. Греки, кстати, тоже когда-то писали не слева направо, а справа налево. Был такой период в истории, а потом уже начали писать так, как пишут сейчас, а когда-то писали так же, как пишут евреи. Но это опять же тоже интересный факт. Так вот, у древних римлян в далекой далекой древности было Новый год был 1 марта и в месяце, в лунном их месяце было всего лишь 10 месяцев. И вот в 8 веке до новой эры римляне при том, что они опять же отмечают Новый год 1 марта решили добавить еще 2 месяца, чтобы лунный год уже был настоящим лунным годом. Чтобы так как положено было 12 месяцев и морозка. Так вот, они добавляют 2 новых месяца. Первый месяц, который они добавляют это январь. Январь происходит от божества дверей, божества такого времени, которое называется Янус. Очень интересно, Янус это такое божество. У нас сегодня тема посвящена не римской то, что называется теологической теории божества, но просто интересно. Янус это божество, которое имеет два лица. Одно смотрит в прошлое, другое смотрит в будущее. Поэтому конечно же не случайно, когда наступает 1 января, наступает вот эта вот такая философская концепция. Янус он смотрит и в прошлое одной частью лица и другой частью лица он смотрит в будущее, тот год, который будет наступать. Идея не наша, но просто для общего развития. Так вот они вводят эти самые товарищи римляне два месяца. Один называется Январь в честь божества Янус, второй называется Февраль в честь этрусского божества подземелья, который назывался Фибрус. Фибруса, так как это божество подземелья, ему и дается изначально такое количество дней, кто считается плохим, 28 дней. Дело в том, что в римском календаре считалось, что любой месяц он всегда должен быть нечетным. Все, что четное, оно всегда плохое. Вот Фибрус, такое божество темное, ему и дается в общем 28 дней. Это опять же к тому, как возникает календарь. Поэтому 12 месяцев лунный календарь и римляне живут с тем, что у них Новый год 1 марта. И вот в 153 году до новой эры решили о том, что 1 января должно стать действительно началом нового года, как день начала правления новых консулов. Ну, я в общем не буду сейчас говорить кто такие римские консулы, но сначала у римлян была такая демократия, избирали значит консулов, президентов то, что называется на время демократической республики, избрали их на время, потом в общем все временное, нет еще временного такого, как постоянное. поэтому потом Юлий Цезарь дело все это изменил, конечно, и мы сейчас к нему подойдем, и в общем как бы консулы уже стали вечными. Ну, то есть постоянно переизбираться, обнуляться, то есть как у нас любят говорить. Но в 153 году, хотя календарь у римлян еще остается луным, 1 января считается началом нового года. Обратите внимание, начало нового года 1 января, кому надо сказать спасибо, 153 год до новой эры древним римлянам. Нюхова такого дня не было, он появляется у римлян. Что делают евреи в эти самые времена? Ого, евреи в эти самые времена, 153 год до новой эры. Уже произошла победа Маковеев над греками, уже Игуда Макаби зашел в Иерусалим, уже зажег Ханукию, которая должна была гореть один день и горела 8 дней. И казалось бы, что в древней Иудее восторжествовало навсегда еврейское видение этого мира с философским глубинным понятием еврейского Нового Года, который у нас поэт на Росшана, а в другой части Европы, если так можно сказать, хотя Израиль-Азия, ну считается, в европейской же футбольной лиге играет. Значит, наши не совсем друзья-ремляне, вот они уже придумают понятие 1 января как Новый Год. Но все как-то было 1 января Новый Год, многие продолжали 1 марта его отмечать по старинке, то, что называется. И вот в 46-м году до новой эры Гай Юлий Цезарь вводит солнечный календарь, тот самый календарь, который называется Юлианский, кто он будет называться, Григорианский календарь, в общем, это тот календарь, по которому сейчас живет все прогрессивное человечество. И говорит о том, что отныне 1 января всегда будет считаться Новым Годом, и все года будут идти именно с этого числа, и не будет никаких других дат, только 1 января фейерверки, бой римских курантов и так дальше, и, в общем, торжества в Колизее, который был построен чуть позже. Но, в общем, это не суть важна. Итак, римляне вели четкое понятие календаря, в котором есть 12 месяцев, который солнечный, и в котором Новый Год наступает 1 января. Итак, как же живет древний римлянин? Еще раз просто повторяем это. Представьте себе, еврей приезжает из земли Израиля в Древний Рим и видит там какой-то просто кошмар. С 17 числа до 25, как мы сказали, идут эти всякие сатурналии с оргами, танцами. Ну, в общем, такой бразильский карнавал, одним словом, такой происходит только в Риме древнем. 25 число Рождество в скобочках непобедимого солнца. Все Рождества отмечают солнечного диска. Потом идут календы, то, что потом будет называться святцами, до 3 декабря. Ну, в общем, полное какое-то безобразие. И, видя весь этот кошмар, евреи, приезжая обратно в свою идею, говорят, слушайте, кошмар, какое-то было время, как они там живут, вообще просто совершенно непонятно. А вот это понятие, оно существовало долгое время, пока император Константин Сигизмундович в 4 веке новой эры не решает сделать христианство главной доминирующей религией Римской империи. И тогда начинается торжество христианства. Когда начинается торжество христианства, если есть хорошие праздники, зачем их отменять? И поэтому очень часто, кстати, первых христианин, не первых христианин, со всем уважением, они как бы это правильная такая вещь. Но если стоит дом, и в этом доме когда-то был, не знаю, какой-то дворец, надо из него сделать дворец пионеров, рушить его, что ли. Поэтому большевики в этом отношении были похожи на первых христиан. Поэтому так и появляются новые праздники. Люди праздновали праздник языческий, чисто славянский языческий праздник божества, который называется Купала. Классный праздник, он всегда происходит летом. Люди голые бегают по лесу, ищут папоротник, через костры перепрыгивают. В общем, сплошное удовольствие. А тут как бы бах и христианство Каевера. Купала Купала, они говорят, ну что против Купала? Ну и как бы сами кто проповедует тоже не против Купала. Поэтому когда Купала надо с чем-то соединить. Что-то, что связано с Купалом. Ну то, что купается. Кто купается? Купался, окунал как раз Иоанн по-нашински Йоханан Креститель. Креститель тоже тех, которые значит в них окунал постоянно. Поэтому вот и на день Купала языческий сделали значит праздник вот этого самого Йоханана Иоанна Крестителя. Ну и так и получилось вот есть Ивана и Купала фамилия. Ну и так получилось два праздника языческий и такой новый Иван Купала красиво и симпатично все вышло. Поэтому надо сделать дату Рождества. Когда Рождество? Зачем придумывать? Ну зачем придумывать? Если тут четко написано Рождество непобедимого солнца 25-го числа. Непобедимое солнце убирается. Получилось Рождество 25-го числа. Его и так все отмечали всегда. Так оно и получилось в принципе. Ну там Сатурнария, там календы, ну да, святцы и так дальше. Ну то, что есть перешло в другую право традицию. Но надо отдать должное торжествующей церкви о том, что все-таки не понравилось ей понятие 1 января. Церковь посчитала этот праздник совершенно языческим, Новый год, и в 567 году запретила празднование Нового года, обратите внимание, церковь запретила празднование Нового года. Тут, знаете, есть такое понятие у нас кальвахомер, то есть более легкого, более сложное. То есть если уж церковь запретила праздновать первое число, то что говорить уже о людях иудейского вероисповедания. Итак, в 567 году церковь запрещает празднование Нового года, как праздник сверженный язычески, и отныне Новый год все отмечают по-разному. Некоторые отмечают его 25 декабря в Рождество непобедимого солнца, другие отмечают 1 марта, так как в принципе было и в Древнем Риме, так будет, кстати, и на Киевской Руси. Некоторые отвечают его на Пасху, некоторые отвечают его 25 марта, в общем, как бы все отмечают совершенно разные периоды, но не 1 января. 1 января как бы на него наложено определенное табу. И тут в 1582 году папа римский, который звали Григорий XII, по-нашески, просто Гриша, Гриша, хороший был папа, для евреев не очень просто хороший, но так вообще в принципе хороший. Жизнь убил, женщин любил, в общем, все это, он гусар был, папа гусар, но очень религиозный, очень религиозный, во всех отношениях все-таки времена реформации начинается, поэтому не надо о Григории XII какие-то всякие гадости. Так вот, Григорий XII, он видит о том, что происходит несоответствие между юлианским календарем и обычным календарем, не буду в эти все вещи влазить. И вот 4 октября 1582 года он говорит, что добавляется 10 дней, и отныне в ночь 24 на 5, она уже становится не там, грубо говоря, 5 октября 1582 года, а становится 15 октября 1582 года, то есть, грубо говоря, он посчитал, что несоответствие между юлианским и григорианским календарем это 10 дней. И вот он эти 10 дней добавляет, потом, кстати, эти дни они потихонечку накапывают же, и с 1 марта 1900 года по 28 февраля 2100 года уже соответственно у нас идет 13 дней. Поэтому Старый Новый Год, к нему мы сейчас тоже подойдем, он, как вы понимаете, наступает 13 уже января, если смотреть по старому, то, что называется, юлианскому календарю. Кстати, в 2500 году равенство между юлианским и григорианским календарем будет 16 дней, но нас это уже мало интересует, потому что до прихода Машеха у нас остается всего лишь 219 лет. Так что нас эти уже вещи мало интересуют. И вот Григорий 12, он говорит о том, что отныне Новый Год будет 1 января с курантами, как обычно, с фаршированной рыбой, но я вам скажу, его не поддерживают. Его не поддерживают протестанты, так как не против этого. В общем, все не поддерживают. Русь его не поддерживает. Ничего себе там 1 января делает Новый Год. В Руси то все было совершенно по-другому. В Руси в принципе до конца 15 века Новый Год всегда был 1 марта. В конце 1-го 15 века Иван III Новый Год на Руси сделал 1 сентября. Поэтому как бы Древняя Русь она как бы мало отреагировала на Григория. Она продолжала жить в своем ритме, в своем собственном григорианском календаре. Но потом понятие того, что все-таки существует же с 31 на 1-е число. День Сильвестра 31-го часа не особенно отмечает в Православной Церкви. А вот 1-е числа это как день обрезания Господня. Но все-таки Ешуа как это странно звучит по национальности был не турхом месхитинцем. Это священ кочунственно, но не был он из этих, а был как раз из тех. И на 8-й день сделали обрезание. Но это 25 плюс 8 как раз и появляется у нас вот эта вот дата. 1-е января. Ну и тут, кстати, хочу сразу же сказать важную очень вещь, особенно для людей, которые живут в России. Это имеется отношение для людей, живущих в православной стране, не в Израиле, которые не православные, не католические, слава Богу. Но елочка почему-то стали появляться, мы к этому сейчас чуть позже подойдем. А те, которые живут конкретно в России, так как Россия до 1918 года или 1917 года, уже не помню, продолжала жить по июлянскому календарю, а он уже отставал от Григорианцева на 13 дней, поэтому в России все отмечалось на 13 дней позже. Поэтому и Старый Новый год, он 13 января, а с точки зрения православной церкви, которая до сих пор живет по июлянскому календарю, это то, что тут называется 13 января, для них это 1 января. Так вот, с точки зрения православной церкви празднование Нового года является полным кощунством, потому что 31 января по греко-орианскому календарю, а это на 13 дней раньше в православной церкви, это в принципе окончание поста, и запрещено там веселиться, кушать мясо и так дальше, поэтому современная православная церковь вместе с разными там товарищами постоянно пропагандируют, не надо отмечать Новый год, потому что как бы на шишу вы отмечаете, как бы это не время праздник, праздница, поэтому в принципе тут, если говорить в России, тут даже и религиозной окраски нету, потому что те, которые отмечают Новый год, они как раз показывают о том, что они из других совершенно каких-то конфессий, потому что опять же, с точки зрения современного православного человека отмечают Новый год с 31 на первое число и так дальше являются полным кощунцем. Но суть сейчас идет не в этом, а суть идет в том, что когда первое число становится таким Новым годом, не все, кстати, его приняли. Вот интересно, что до 1752 года и Англия и ее североамериканские колонии отмечали Новый год 1 марта, поэтому у них Новый год 1752 наступал в разное время. Англиканцы были, Англиканская церковь была одна из последних бастионов, которая не хотела отмечать Новый год именно 1 января, то, что называется. Ну, в России все знают эту известную трагическую историю, когда 20 декабря 1699 года Петр Алексеевич поездив по Европе, особенно в Голландии, вдруг заявил о том, что а у нас через 10 дней будет праздник с курантами. Ну, для всех это был полный шок, потому что вся прогрессивная Россия уже отметила наступление Нового 7209 года от сотворения мира по православному календарю еще 1 сентября, потому что Новый год уже был 1 сентября тогда. И вдруг вот нововведение теперь в России будет отмечать первый Новый год именно 1 января. Правда, по юлианскому календарю, поэтому и тут Россия, как и железными дорогами, шириной рейс была впереди планеты всей, поэтому, кстати, до 1917 года Россия и все прогрессивное человечество жило в разнице в 13 дней. Ну, в общем, как бы не суть, важно. Петр первый вводит и здесь этот праздник и говорит, что на Красной площади должны быть фейерверки, стрельба, то, что обычно есть, и пишет еще такую вещь, перед воротами учинить некоторые украшения из древ и веток сосновых, еловых и можжевеловых. Ну, кстати, эта вещь тоже древняя, венки, потому что обычно в 1 января в Древнем Риме вешали тоже такой венок, правда, из лавровых листьев, из лавров. Он потом перекочевал в разные культуры и поэтому у многих там 25-го часа и так дальше можно видеть тоже эти самые венки. Так что, дорогие мои товарищи, как мы видим, понятие отмечания Нового Года 1-го числа сначала вещь чисто языческая римская, потом отвергнутая прогрессивной церковью, потом введенная прогрессивной церковью, католической, которая к евреям на протяжении веков, как вы знаете, очень хорошо относилась, с любовью, с симпатией, одним словом. И потом она вводится и мы видим, что многие отбивались до последнего ногами, руками, как англиканская церковь до 1752 года. Держу зубами, но не хотела Новый Год начинать именно 1 января, а начинала 1 марта. У евреев в это самое время как бы и не было никаких проблем. У нас Новый Год всегда отмечается в сентябре, ну, точнее, даже не в сентябре он у нас отмечается, он отмечается у нас 1 тишрея. И вводил этот обычай не папа Григорий XII и не Петр Алексеевич Романов. Вводил этот обычай просто папа, которого мы называем Авину Шебешамаем, Отец Наш Небесный. И вещь записана в Торе. И еврейский народ плюс-минус жил всегда по этой дате. Никто ее не отменял, никто ее не перемещал, всегда Рошашана, Рошашана. Так оно все и происходило. До 1 марта 1917 года, когда англичане во главе с генералом Аленби не входят на территорию современного Эритсреля, который тогда назывался Палестина, и с этого момента начинается эпоха британского мандата в земле Израиля. И вот тут начинается интересная вещь. Интересная вещь. Но тут все поставлено с ног на голову. В современном Израиле сейчас же идет борьба. Идет всякие ортодоксы против елочек и против Нового года. А русские говорят о том, что Новый год у нас не Сильвестр. У русских обычно Сильвестр это Сильвестр Сталлоне. Был такой каббалист известный американский. У нас говорят это не Сильвестр или и не Арнольд. У нас это просто с друзьями 31 числа мы обычно собираемся в баню под крылом самолета и как бы и отмечаем ничего тут нет религиозного. С пены у рта доказывают русские Алими и они абсолютно правы. Ну абсолютно правы на 150%. И мы сейчас это увидим. Никакой Сильвестр у русского человека, у русского еврея нет никогда никакого Сильвестра в голове нету. Да и в принципе в Израиле отношение к Сильвестру было очень и очень такое настороженное. Сейчас новая значит серия в нашем уроке история израильского Сильвестра. Но перед тем как все-таки поговорить о Сильвестре нашем давайте представим Сильвестр Сильвестр о ком то речь идет Сильвестр Сильвестр как мы поняли это не актер это по-примски причем по счету он был 33 это тот по-примски при котором император Константин принимает христианство ну сейчас в интернете идет огромное количество разных вещей о том что он был погромщиком антисемитом был ли Сильвестр он первый кстати был Сильвестр был ли антисемитом был антисемит ну 100% ну вообще но делали какие-то правые ромы не делал но ничего не известно никого из Рима не изгонял и так дальше хотя был опять же папой римским антисемитским папой римским был но антиеврейского ничего не сделал хотя если бы дали ему силу сделал но Сильвестр сделал другую вещь говорят что в 314 году он ни много ни мало где-то там в Средиземном море убил Левиатана нашего Левиатана гад Сильвестр в общем убил почему потому что было же известно что Левиатан в тысячном году существования значит новой эры христианской должен будет уничтожить мир и Сильвестр первого спас мир значит вспоминается старый этот анекдот не к месту конечно будет сказано когда хасиды говорят там про своего реба один говорит у нас такой реба у нас такой там всякие чудеса рассказывают одни другие вдруг одни хасиды говорят там наш реба знаете я вам скажу вам историю идем мы значит по городу с нашим реба тут смотрим евреи такие в шаббат прям стоят на балконе и курят и реба сказал чтобы этот балкон на котором они сейчас стоят сейчас он обвалится и мы все сказали реба реба но это все таки евреи может быть чтобы он не обваливался этот балкон и реба сказал ну хорошо пускай стоит на месте и говорит знаете в чем чудо произошло что балкон не обвалился так вот тут конечно немножко глупое сравнение но в 314 году Сильвестр действительно сделал большой подвиг потому что мир должен был закончиться в 1000 году это всем известно его должен был пока погладить левиатан и вот он в 314 году левиатан значит прибил убил что будет теперь евреи кушать когда настойчиво мессианская эпоха мы же тоже левиатан должны кушать если Сильвестр первого убил значит все-таки не того левиатана старик Сильвестр значит убил но тут дело не в этом при Сильвестре первом действительно происходит первый Никейский собор 325 года там где христианство ну наконец-то уже окончательно оторвалось от своих там старых корней субботу переносит на воскресенье пасху делают так чтобы она никогда не совпадала с еврейской запрещают чтобы римляне просили у евреев благословения на урожай потому что видно был такой старый обычай ну и вообще как бы как было там написано в заключении этого первого Никейского собор там не только про евреев говорилось про евреев там меньше всего говорилось но говорится пусть не будет у нас ничего общего с рождевной толпой иудейской возлюбленные братья отделитесь от этого преступного общества это еще было сказано очень политкорректно потому что антисметизм он только-только начинает христианский появляться поэтому Сильвестр первый он умирает 31 декабря прославился он опять же как благодаря разным каким-то легендам и в католической церкви 31 декабря оно как бы раз становится днем святого Сильвестра поэтому он называет Сильвестров день он обычно отмечается отмечается карнавалами отмечается веселем но опять же отмечается не из-за Сильвестра потому что Сатурнарии они всегда были в это время плюс-минус поэтому в Европе это все и называют Сильвестром так вот 1 марта 1917 года когда англичане приехали значит в землю Израиля они сказали о том что отныне не будет всяких мусульманских новых годов а до этого она же была Турцией то есть Новый год он официально был по мусульманскому календарю а отныне 1 января 1918 года это будет официально Новый год значит в Палестине в земле Израиля и британский мандат вводит значит такое постановление ну поэтому как бы евреи не особенно обратили внимание причем прошу обратить внимание не только то что у нас называется досы в скобчиках проклятые а и прогрессивные социалисты сионисты которые там могли и свинину за обе щеки конечно уплетать но никакого 1 января не было никакого почему-то 1 января 1 января это вообще никогда не было еврейской датой она всегда считалась может быть христианской даже социалист сионист 1 января считал ну как бы совершенно враждебным какую-то вещь не верите я вам скажу в 1927 году произошел большой скандал потому что несколько жен британских чиновников устроили такой большой бал в новогоднюю ночь в 1927 году тогда опять же речь идет не насчет Моя Шаарима сионисты и социалисты считали что это противоречит сионистским ценностям ну вообще как бы 1 декабря это вообще это не сионистская идея они люди не верующие но как бы Новый год он всегда наруша шану ну как было всегда так и для того чтобы не дай бог прогрессивная рабочая партия не начала отмечать какие-то враждебные для еврейского рабочего 1 января было устроить было решено устроить на хануку ханукальные балы специальные ханукальные балы только чтобы в противовес этим безобразием которое делали англичане ну а тут происходит такое вот событие что в Германии Гитлер приходит в Куласть и Махшмо и многие евреи из Германии и из Австрии начинают приезжать в землю Израиля а евреи это большей части которые приезжают оттуда люди совершенно ассимилированные понятия не имеют почему их перестали считать немцами они-то еще немцами считали и для них всегда Сильвестр который они называли Сильвестр так Сильвестр так это был всегда самый радостный день какая ханука хануку уже все забыли а Сильвестр так когда собирала вся семья веночки там елочка все Сильвестр так ну как и вот они приезжают в землю Израиля и приносят свой Сильвестр так ух ты тут сионистская рабочая партия она прямо на уши стала сказали о том что немцы немецкие евреи приносят чуждые элементы в 1934 году в 1934 году городская мэрия Тель-Авива официально запрещает Новый год как праздник еще раз противоречивший еврейским сионистским ценностям было запрещено чтобы работали различные значит кафе чтобы давать всяким враждебным еврейским элементам залы в которых можно было Сильвестр так отмечать еще больше союз студентов Ихаевского Технеона и еврейского университета места как вы понимаете не самые религиозные они занимались тем что они ходили среди студентов и выискивали нет ли случайно среди них которые отмечают Сильвестр как праздник который совершенно является который совершенно противоречит всем еврейским ценностям которые вообще только могут быть поэтому борьба с Сильвестр таком шла то что называется не на жизнь не на смерть и поэтому в принципе хотя до Алии конца 80-х начала 90-х годов были товарищи в Израиле которые Сильвестр отмечали но в принципе плюс-минус это такие же были дициденты которые слушают музыку Вагдара плюс-минус как бы это ну для светского израильтянина это было всегда правилом плохого тона ну а тут потом 90-е годы приехала русская Алия веселая ничего против я против не имею потому что люди-то оторванные были от всего не потому что они плохие они просто жили тут мы тоже когда-то Новый год отмечали совершенно был такой потрясающий детский праздник только потом когда начинаешь разбираться в этом задается вопрос а зачем отмечать и что отмечать и вот тут вот как раз русские приехали и русские-то кричат и они искренне кричат они говорят никого Сильвестра нету потому что обратите внимание почему русские постоянно кричат русские евреи у нас нет никого Сильвестра потому что для многих израилетян еще раз Сильвестра это как музыка Вагнера до сих пор не принято это делать это Новый год совершенно советский праздник хочу же быть елочкой как у арабов у арабов тоже елочки не сразу появились скажу вам сразу мы сейчас насчет этого буквально два слова поговорим и елочка не имеет у нас никакого 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 сакрального значения Дед Мороз тоже там в 30-е это годы такой как есть и снегурочки снегурочки это вообще советское изобретение поэтому чего к нам лезьте у нас нет никаких Сильвестров и так дальше и в этом отношении русская Лияна абсолютно права она вышла из той страны где уже 1 января становится совершенно другим праздником советским праздником для того чтобы понять отношение русской Лии к Новому году которое отмечает сейчас бывшие выходцы из Советского Союза это Новый Новый Год действительно Новый Новый Год видите мы уже 1 января сколько то его отменяют как языческий праздник то его вводят как наоборот хороший праздник ночь опять же еще раз она и в христианство никогда не имеет сакрального отношения 31 да Сильвестр 1 да день обрезания не будем говорить кого да сакральная это вот ночь с выпивкой и так дальше оно становится даже и в христианской Европе оно становится более таким светским мероприятием нежели религиозной нет тут никакой сакральности ну и тут как бы действительно начинается новшество которое русские алима никак не могут понять с этой несчастной елочкой на которую все нападают все же знают песенку в лесу родилась елочка в лесу она росла зимой летом стройная зеленая была все хорошие песни почему тут елочка почему так напали на эту елочку два-три слова насчет елочки но опять же чтобы я еще раз никому ничего не хочу доказывать еще раз у советских евреев елочки не носят сакральное никакое значение но просто чтобы знать для самой информации вот уже поняли насчет первого января теперь для самой информации насчет насчет елочка елочка вообще изобретение чисто немецкое ну вот ну абсолютно немецкое ну абсолютно Германия такая дело в том что древние народы кстати как древние славяне точно так же как древние германцы отмечали 25 декабря как праздничный день не только кстати римляне мы же сказали праздник это идет от первой щека Адама он первый вводит этот праздник поэтому у многих народов это да сохранилось это действительно день зимнего солнцестояния и древние германские народы они всегда отмечали этот день но не назывался у них как у римлян рождество великого солнца ну просто просто это был языческий праздник 25 декабря когда было принято ходить в лес наряжать деревья особенно елки потому что в Германии как вы понимаете пальмы не на каждом углу растут наряжать ее различными какими-то сладостями и так дальше это был чисто языческий культ кстати в наших палестинах в земле Израиля у нас тоже был такой культ он назывался культ ашеры культ астарты ну как бы поклонение деревьям придумали не немцы не германские племена он был у многих языческих племен и так дальше ну вот где-то в 16 веке ну не где-то а точно пусть до этого никому в голову не приходило елку взять и почему-то в дом нести где-то в 16 веке говорят что это придумал Мартин Лютер не знаю Мартин Лютер не Мартин Лютер но действительно в 16 веке начинают мы начинаем видеть о том что бедная часть протестантского населения а речь идет именно протестантах не в коем случае не о католиках католики то на это смотрели в те времена католики это смотрели как на чистое язычество что же говорить о других товарищах так начинают вдруг эти елки почему-то притаскивать домой украшать не было никаких идей с этим связано потом уже появляются в 19 веке какие-то идеи связать его с рождением Ешу и так дальше но это уже конец 19 начало 20 века но изначально скажем так у бедной части населения стал появляться такой странный обычай древний германский обычай вносить вот эти деревья которым поклонялись еще с физических времен и многие старались поклоняться по староязыческой памяти почему-то начинали их носить домой украшать никто подарки под елкой не оставлял это изобретение конца 19 века когда она была придумана но обычай как-то шел очень медленно в 17 веке елки тоже особенно нигде не появляются к началу 18 века елки начинают появляться в домах у более богатых немцев еще раз речь идет пока ток насчет немцев католики католическая церковь сначала на это смотрят как на полное язычество православная церковь тут вообще елках вообще никто ничего не знает ну а потом как бы ну все-то радуются веселятся елки там хороводы и так дальше католики как-то тоже скрипя сердцем ну решили эту как бы елку тут же придумали какую-то легенду с елкой связанную но опять же шло все очень-очень медленно у католиков шло очень медленно поэтому первую елку официальную в Вене установили только в 1816 году до 1816 года в Вене католической столицы Австрии никаких елок не было то есть считалось что это полное язычество относящееся к протестантскому язычеству как не называли во Франции первая елка появилась при Наполеоне в 1810 году вообще там все туда-сюда папа римский будет за нами бегать елки будут у нас елки в демократической республиканской империалистической народной Франции ну в общем так она появилась и в Париже в Англии в Англии жангликанская церковь они Новый год 1 января приняли позже всех до 1841 года елка считалась вообще запрещенной вещью ну как не то что запрещенной она считалась просто языческим культом ну и то же самое что не знаю буду дому повесить буду какому-то поклоняться ну то есть ну как бы это было совершенно какое-то непонятная вещь но потом уже как бы начинает это все идти и в 1841 году даже в Лондоне появилась первая елка в России елку завезла императрица Александра Федоровна в 1817 году жена Николая I хорошего такого императора кантонисты при нем были и так дальше но это опять же считался чисто немецкий обычай и поэтому ни Лермонтов ни Александр Сергеевич Пушкин елки в глаза никогда не видели может быть слышали но никогда не видели потому что в Петербурге елка это было чисто немецкое украшение ну как бы у немцев свои тараканы то что называется в голове но потом опять же подключилась масс-медиа особенно подключился Гоффман который написал Щелкунчик Щелкунчик была очень популярная такая вещь а потом Петр Личайковский еще и балет написал там с потрясающей музыкой и поэтому действительно елка она начинает постепенно входить и вот так вот она со второй половины 19 века начинает входить и в русскую культуру но хочу заметить о том что еще в 1918 году Синод Православной Церкви считал елку языческой символикой ну тут просто было понятно то есть Православная Церковь считала елку языческой символикой и в годы Первой Мировой Войны она считала ее не просто языческой языческой немецкой символикой которая вообще в русских домах никогда быть не должна чуждой языческой обычай так было еще совсем недавно поэтому как вы понимаете для евреев в Израиле и Сильвесарта был праздник страны а тут еще елка которая даже католическая и православная Церковь я считал языческой символикой что тогда считать о людях даже социалистически настроенных что что говорит тогда о них но времена начинают как бы меняться тут мы уже подходим к Советскому Союзу мы уже скоро подходим к апофеозу нашего рассказа в первый год советской власти да но все-таки елка никогда не была символом Нового Года она всегда была символом Рождества поэтому поэтому в Советском Союзе когда он уже появился сначала как бы елку использовали потому что опять же почему использовали потому что церковь против нее тоже выступала они говорят смотрите что же это за поповские обычаи если сама церковь выступает против этого люди как-то привыкли справлять и так дальше в общем как бы там ни было в 1929 году елку тут тоже отменили назвали ее уже поповским обычаем потому что почему-то церковь тоже начинала ее потихонечку уже как-то привыкать к елкам и вот в 1929 году все в Советском Союзе был отменен и понятие празднования нового года это были рабочие дни ну и елка считается совершенно анти коммунистической вещью но в 1937 году все прекрасно знают эту историю Иосиф Виссарионович сказал а почему бы нашей молодежи навернуть елочку и тут входит новое значит божество тут же был Владимир Ильич Ленин умерший бог такой и тут многие всякие история идет о том как Владимир Ильич Ленин отмечал елочку с детьми действительно мог отмечать уже до 29 года еще раз вещи была совершенно не запрещенная и в 1937 году елка в Советском Союзе становится как символ антирождества потому что во всех странах мира ее что на рождество прошу прощения на 25 число на день солнечного значит рождения отмечают а в Советском Союзе нет ее как раз на 31 число ночь 31 на 1 советский именно как бы Новый год и действительно с 1937 года в Советском Союзе Новый год который и до этого не был никогда особо сакральным праздником тут становится вообще праздником совершенно таким коммунистическим ну и тут понятно с понятием Нового года начинают входить совершенно новые символики новые символы социалистического Нового года с Дедом Морозом из его непонятно кто ему являющаяся страна звучащая в современном обществе внучкой его намного моложе но они постоянно почему-то ходят вместе которую зовут Снегурочка чисто ну чисто советские изобретения 30-х годов хотя с Дедом Морозом буквально 2-3 слова о нем сейчас скажем Снегурочка советское чисто изобретение поэтому действительно когда советский человек приезжает в Израиль он и вправду недопонимает и не понимает что ему кричат ему говорят вы Сильвестр справляете понятия не имеем что такое Сильвестр вы каких-то Николая Угодника сюда привели в виде Санта-Клауза какой Николай Угодник это же Дедушка Мороз борода из ваты и так дальше поэтому тут мы подходим буквально 2-3 слова скажем еще Дедушке Мороза и подведем финал нашего долгого экскурса в истории нашего не нашего не нашего Нового Года и нашего отношения к нему вообще Санта-Клаус который есть там везде это чисто ну чисто скажем относительно современное такое изобретение Санта-Клаус это епископ Николай из города мира в области Ликея его только называют Николай Марленкийский или вы еще раз в православной церкви называете Николай Угодник очень много там икон есть с ними так связано вот это все Санта-Клаус так он называется назывался у голландцев это их произношение говорилось о том что Санта-Клаус какой-то там бедной вдове или вдовцу не помню уже кому там какие-то бедные дочери были в общем целая история была он в общем решил им помочь единоразово был ли Санта-Клаус юдефилом не был юдефилом был ли антисмитом был антисмитом а почему все были тогда такими так вот ну тут не биография Николая угодника в данной в данной ситуации так вот тот сам Николай угодник который в Голландии назвали Санта-Клаус 6 декабря это еще тогда по старому юлианскому календарю теперь это становится уже потом это стало 19 декабря потому что не было еще 13 дней 10 дней добавили стало 19 декабря он дарил детям подарки никогда это не было связано что он дарил подарки на 25 число ну потом уже как-то оно все это сдвинулось и сдвинулось оно в первую очередь у голландских переселенцев в Америке вот Америка это и есть родина Санта-Клауса Деда Мороза и так дальше не Лапландия а именно Америка потому что голландские переселенцы в своем новом Амстердаме который потом стал Нью-Йорком новым Йорком на Гудзоне они как раз и привозят эту вещь которая была в Голландии вот эта вот история Санта-Клаус вообще еще раз в Голландии протестантской Голландии подарки Санта-Клаус все-таки дарит дарит 6 декабря то есть он дарит не 25 но потом как бы эта вещь она стала такой популярной было принято еще раз в основном в американских колониях и такой старый голландский обычай ну и в принципе рождением современного Санта-Клауса наверное является 1822 год когда преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете которого звали Клемент Мур своим детям написал такую историю про Санта-Клаус это прям был как Льюис Кэролл который у которого были очень много знакомых маленьких девочек и вот однажды он одной из них Алиси Линдлер или как ее звали не помню Алиси в целом случае не рассказал эту сказку которая потом стала известной Алиси в стране чудес так вот точно так же Клемент Мур в 1822 году и придумывает тот образ Санта-Клауса вот этого Николая Угодника который до этого был чисто таким ну как бы религиозным символом придумает его уже более такую-то историю там появляются и его слуги различные и его колесница с оленями которые в общем катают по небу и так дальше в 1863 году художник Томас Наст в принципе придумывает образ Санта-Клауса такой как есть у нас сейчас такого доброго старичка в симпатичной такой рубашке и так дальше он кстати первый и помещает Санта-Клауса на север говорит что он живет на Северном полюсе но и окончательно Санта-Клауса конечно большое спасибо компании Кока-Кола которая в 1931 году взяла Санта-Клауса как символа компании Кока-Колы и до этого Санта-Клаус рисовался еще и Томас Наст в 1863 году начал рисовать с красным таким пиджачком но тот образ который есть сейчас это 1931 год компания Кока-Кола белокрасная Санта-Клаус тот вид который есть сейчас у нас добродушный такой старичок который везде сейчас есть это рекламная конечно компания Кока-Колы которая в общем как бы и подарила современного Санта-Клауса в России отношение к Деду Морозу Дед Мороз тут появляется только в конце 19 века потому что ну как некая альтернатива были лишь западники был славянофил у них там какой-то Санта-Клаус а у нас значит будет Дед Мороз не очень прижилась эта вещь потому что Мороз в русской традиции особенно в славянских мифах ну как бы божество такое очень злое помните Мороз Краснос Некрасов он там далеко не недобрый персонаж он наоборот очень злой персонаж единственный подарок который он мог дать человеку это пережить еще одну зиму это единственный подарок вот этого страшного божества Мороз ну а потом как бы все начинает надо же какое-то противодействие Западу там Санта-Клау у нас значит будет Дед Мороз ну как не очень прижился Дед Мороз а вот как изобретение конечно это уже Сталинская 1937 года там и появилась Снегурочка которую придумал Островский в свое время ну в общем как бы и в общем она вошла как персонаж одним словом дорогие мои друзья в четверг наступает 31 декабря по по обычному году католическая церковь в этот день отмечает точно так же как и в Германии это Сильвестр так это день Святого Сильвестра который убил Левиатана и в результате этого и в принципе планета наша сейчас еще жива первое число праздник Дня обрезания Господня в католической церкви безусловно потому что в православной церкви этот праздник будет отмечать понятно 14 января потому что они до сих пор живут по календарю праздник чисто древнеримский со всеми вытекающими отсюда вещами елочка чисто немецкие обычаи которые всегда воспринимался как языческие но потом уже как-то привыкли к нему и даже появилась какая-то романтика Дед Мороз Санта Клаус и так дальше вещь которая ну как бы современная масс-медиа изобрела с одной стороны с другой стороны несет тоже какую-то религиозную символику поэтому вопрос только один а зачем еврею все это нужно ведь все вот эти вот вещи о которых мы сейчас говорим на протяжении огромного количества лет ведь евреи никак не были связаны с этими традициями как мы как мы увидели из нашего разговора с этими традициями были связаны даже и сама Европа относительно недавно вошла в эти традиции отмечания этого дня и так дальше у евреев уже на протяжении как минимум 3400 лет существует наш новый год который никто никогда еще раз не менял никто никогда не вводил не придумывал и так дальше он всегда был у нас на нашем новом году существуют обычаи которые тоже существуют уже столетия если не тысячелетия мы яблоки с медом кушаем и гранаты кушаем да и семейный праздник у нас в наших домах есть каждую субботу и он на самом деле намного более семейный и намного более безопасный никто его никогда не заканчивает лицом в салате и никто никогда его не заканчивает тем что мама пытается чтобы дети не увидели полупьяного папа не каждый раз конечно я не хочу всех пить единую гребенку но очень часто такие вещи бывают а наш семейный праздник у нас каждую неделю и он очень теплый и очень хороший наша суббота которая которая бережет еврейский народ уже на протяжении тысячелетий поэтому вопрос тут не в том можно или нельзя отмечать этот праздник еще раз я как сказал Раф Муиша Файнштейн нету никакого наверное запрета отмечать сейчас ночь с 31 на 1 число потому что праздник не религиозный но еще раз он добавляет но богобоязнные люди люди которые помнят о том кто они откуда они пришли куда они идут лучше пойдут спать вовремя проснутся в пятницу как положено приготовятся к нашему шабату и устроят совершенно потрясающую трапезу в теплой домашней атмосфере для нашей семьи для наших детей и это будет наверное самое главное что сможем сделать мы как евреи всем большое спасибо за то что были с нами и с наступающим шаббатом шаббат шалом как шаббат мы BY